Продолжение следует... В случае, если что-то пошло не так, повторите попытку, но не вынимайте ID-карту из считывающего устройства до окончания процесса обновления. В случае, если по любым причинам обновление установить не удалось, то первое, что надо сделать, позвонить на телефон горячей линии по номеру 1-777. В том случае, если проблема в самой карте и на ней нет повреждений, вам заменят ее бесплатно по гарантии. Кому-то может показаться, что все это дополнительные сложности для пользователей. Однако обновление необходимо для того, чтобы обеспечить совместимость с современными техническими устройствами. Средства защиты данных постоянно развиваются, и чтобы избежать проблем, программное обеспечение на карте надо обновлять. Новый сертификат будет действовать не менее года, а к 2018 году гиганты индустрии, такие как Google и Microsoft, должны разработать единую платформу и стандарты безопасности. Мы приготовляемся к новой ситуации. В телефоне же вы меняете программное обеспечение. Это же нормально, что всякие апдейты идут. Теперь такое же будет с ID-карточкой. Если что-то не то, если что-то надо менять, что-то подправить, какие-то изменения в виде экосистемы, то в будущем это очень легко подправляется. В принципе, тем, кто обновит свою ID-карту, не придется более беспокоиться. В случае непредвиденных технических проблем вы всегда можете позвонить по номеру горячей линии 1777 и получить консультацию. При этом никакие пароли у вас меняться не будут, и все пин-коды, к которым вы привыкли, можно будет использовать, как и раньше. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...